Махачкале 9.45, студия Мара Багирова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Доброе утро. Сегодня день Российской прокуратуры. Именно в этот день, в 1722 году, именным указом императора Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник Институт Российской прокуратуры. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Выражаю слова признательности ветеранам органов прокуратуры за их неоценимый вклад в наставническую работу, воспитание молодых сотрудников. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Владимир Васильев провел совещание по вопросу использования земель, расположенных в полосе отвода железной дороги на участке Махачкалинского территориального управления Северокавказской железной дороги. За главным рядом муниципалитетов и руководителями республиканских служб и ведомств были обсуждены состояние указанных земель и принимаемые меры по недопущению нецелевого их использования. Министерство экологии и природных ресурсов Дагестана в вестекшем году завершило работу по бурению двух геотермальных скважин на ААО «Широкопольский рыбокомбинат». В результате этого темпы производства товарной рыбы, сетровых пород и икры выросли в два раза. На 83-м году жизни сегодня скончался единственный государственный и общественный деятель Магомед Юсупов. Он принимал активное участие в общественной жизни нашей страны. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР, был членом ЦК КПСС. Пятый юбилейный фестиваль родных языков пройдет в Махачкале в феврале в рамках Международного дня родных языков. Ожидается ряд мероприятий, в их числе и круглый стол в Доме дружбы, в ходе которого планируется обсудить вопросы преподавания родных языков. Победитель шестого сезона музыкального проекта «Голос» Сильмалахьяров дебютировал в качестве артиста Московского театра «Градский холл». Помимо Силима в состав артистов театра входят еще три победителя музыкальных шоу «Голос» разных сезонов. Воспитанница дагестанской школы регби Байзат Хамидова сыграет за российскую сборную на втором этапе мировой сессии, которая пройдет 26-28 января в Сиднее. Байзат вошла в число 16 игроков, которых тренерский штаб женской команды России по регби-7 включил состав для участия на австралийском этапе мировой серии. Накануне команда вылетела в Сиднее, где и будет готовиться к турниру. Погода. В Ахачкале осадки в виде дождя, переходящего снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 0,3 градуса тепла. Сиднее. Субтитры сделал DimaTorzok